Самая пригожая и грациозная в Гомельском областном шпитале инвалидов Великой Айчиной войны выбрали мисс медицинскую красу. В прошлый раз такой конкурс тут проводили три года тому. Тому теперешнее с поборництва за корону в шпитале ждали с нетерпливостью. Спякота на улице не могла пораунаться с горяченью эмоций, которые пановали на сцене. Кто отримал звание самой-самой, ведает Марина Джалая. Месяц занятков по хореографии и дефиле и самые пригожие работницы шпиталя упевненно отчувают себя на сцене. Рухаются и усмехаются, как соправданные модели. Чтобы отримать таки выник, на протягу этого часа зимой займались мастеры с хрустальной нимфы. Поколь журы покинула залу для обмеркования кандидатуры мисс медицинская краса, у деницы хвалявались за кулисами. Поправляли прически и макияж, рыхтующийся да в прямом сенсе коронного дефиле, подчас якого ведутся обвесить рашение судейской комиссии. Спочатку огучили владельниц мисс Глядацких симпаты, имены другой и перший вице-мисс. Про изнекольки вельми напруженных для конкурсантов и мгненев прогучало имя переможцы. Корону мисс медицинская краса 2019 отримала Виктория Сачковская. После веншавания от керовництва и коллег, фотосдымков и пожадания от Сяброу, надошел и наш шанс погуторить с переможцей. Это было неповторимо. Я, наверное, все перевернулось вокруг меня. Мне было приятно, что голосовали за меня, что поддерживали. Спасибо большое коллегам моим, что меня поддерживали, помогали родственникам, родным и близким. Тоже большое спасибо. Головный урад шпиталя Олег Иванцов каже, что такие конкурсы вельми подбадерывают работницу становы. Их праца складанная и напруженная. И не заусюду хапает шансу, как яны могли отчуть себя женщинами в полном сенсе – пешотными, слабыми, обороненными. На работу ходишь, ты не замечаешь эту красоту. Но когда они учат нас цену, я даже не узнал, что они у нас работают. Настолько красивые были девушки. И самое трудное было выбрать самую красавицу. Потому что я оставил оценки всем пятерки. И так получается, что они все для меня красивые. Завтра в Беларуси означает День медицинского работника. Шпиталь до этого свято подходит с черговыми добрыми выниками. Зараз тут начинают реконструкцию целого поверха подсучасную операционную. Те будут проводить операции на сосудах головного мозга и сердца. Аналогичная есть только в Минске. В наступном году, когда все отрывается, она будет и в шпитале. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадео, компания Гомель.